Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Его скромным званием Ивана, возлюбленным сыном Иисуса Христа. То есть, может накатить, как они говорят, или вселиться дух не только Отца, не только Сына, не только Духа Святого, но и Богородицы, и апостолов, и какого-либо пророка Ветхого Завета. Это считается, что и сам Христос, вот согласно Господь наш Иисус Христос, согласно этой нестерианской ереси, которая не соответствует истине, что якобы он не был Христом и Богочеловеком по рождению, а был обычным человеком, а потом на него сошел Святой Дух, и тогда он объявил себя второй апостасией Святой Троицы. Такая это еретическая версия. После 1917 года Хлыстов, действительно, сначала Хлысты поддерживали, они были достаточно многочисленны, занимались сельским хозяйством, поддерживали советскую власть, но в 30-х годах они пострадали, так же, как и многие вообще, кто осмелился называть себя, что он во что-то верит, кроме светлого коммунистического будущего. Надо сказать, что кем же был Христос, так называемый Виссарион, который известен нам сегодня и строил в городе Минусинске, так называемое городство Солнца. Это был, в общем-то, молодой человек, который родился в Краснодарском крае в 61-м году, Сергей Тороп. Разные у него были увлечения и рисованием, и музыкой, но в конечном итоге он стал работать в милиции, сержантом милиции. И однажды, когда он посмотрел фильм, известный тогда фильм Франко Джоффирелли «Иисус из Назарета», который был показан по всем каналам в 90-е годы, и вот длинные волосы, бородка такая же, и он даже похож немного на этого актера, который играл. И как мы между, играл эту роль, роль Иисуса Христа, и мы между собой, сектоведы, часто у нас есть такое выражение, как его захристосило. То есть, действительно, он поверил, что он там, тот самый Христос, он поверил, что на него снизошла вторая ипостась, и теперь он объявил себя Христом. Но ему в этом помог, не сам он до этого додумался, ему в этом также помог один из людей, который называл себя богом Саваофом. Он с ним познакомился еще до этого на электромеханическом заводе, и он сказал ему плесен, что ему такая вот дана роль, что он должен теперь, и миссия, что он должен быть Христом. Но, видя в Сергея Торопе такие способности и задатки, сказал, что Бог поменял свое решение, и теперь он выбирает не меня, а тебя. Надо сказать, что, когда все это произошло, то он начал проповедовать свои идеи, что он Христос, что он второе пришествие Христа, и некоторые люди в него уверовали. Но такую популярность он получил, когда у него появились известные спонсоры. Такие известные спонсоры, в то время достаточно популярные люди, это журналистка Мария Карпинская, которая стала в окружении Виссариона, и которой он нарек, что она теперь Мария Магдалина. И журналистка известна во многих странах мира, на тот момент член Европарламента, она в числе первых поселенцев приехала в Сибирь, профинансировала деньгами от продажи своей квартиры первое заграничное турне Виссариона. И, пользуясь своими связями, Карпинская впервые вывезла Виссариона за рубеж и его приближенных. И вот в 1994 году они приехали в Минусинск и начали строить этот город солнце. Я помню, как в Центре реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти Алексея Степановича Хомякова, Тогда, в 1996-1997 годах, обращались очень многие люди, родители, особенности детей или целыми семьями, люди, которые уезжали туда, уверовав, потому что было очень много кассет, записей, аудиозаписей, видеозаписей, где вот этот Сергей Тороп объявлял себя, что он Христос, что он Мессия. И люди продавали свои квартиры, особый упор он делал на мегаполисы, ну, понятно, потому что здесь все подороже. На мегаполисы, это на Москву и Санкт-Петербург, и люди приезжали туда, и он их селил, в общем-то, в бараках, в двухэтажных, где были двухъярусные, иногда и трехъярусные кровати. Эти фотографии люди приносили, дети, которых попали в эту секту Виссариона. И действительно, я помню, что тогда долгое время готовился диспут с Виссарионом. Он действительно прошел в 1996 году, в 1995-1996 году, прошел в Москве, в храме Преображения Господня на Большой Ордынке 20, иконы Всех Скорбящих Радости. Этот диспут проводил тогда еще священник, ныне протеерей Олег Стеняев. Я тогда был сотрудник этого центра. И действительно, те вопросы, по-моему, этот диспут есть и в сетях интернета, он может посмотреть. Те вопросы, которые сдавали Виссариону, ни на один из них он внятно не мог ответить. Я помню, ему был даже задан такой вопрос. А вот этот текст в Новом Завете, он звучит так. А по-гречески, он может сказать, как он звучит? Он смутился, ничего не ответил. Тогда ему сказали, ну как же, вы же спаситель, вы же пришествие Христа, ваш язык это родной, вы же на нем проповедовали в Палестине 2000 лет назад. Ну, он что-то ответил такое невнятное и уклончивое. Если есть у кого-то интерес, то я думаю, что этот диспут можно найти. Итак, начинается постройка этого города, города Солнца. К нему примыкают такие апостолы, приближенные, как Вадим Редькин, известный в то время музыкант, Сергей Чивалков. Параллельно построили еще один дом для Виссариона, трехэтажный деревянный дом, терем, в котором он жил сам. Также очень строго было и есть сейчас отношение к пище у последователей Виссариона. Некоторые спрашивают, а сегодня, и многие знают, что там какие-то были экономические махинации, и что он задержан, и сейчас находится в СИЗО, Сергей Тороп. Но, на самом деле, надо сказать, что жизни там в Минусинске не прекращается. Члены не уменьшаются, то есть есть особый костяк людей, есть кто-то уходит, но балласт, вот это примерно один и тот же держится, иногда даже, как говорят, что он превышает, и людям негде останавливается, и приходится тесниться. Я это знаю не понаслышке. Однажды, совсем недавно, я был в городе Геленджик, где встретился с молодежной организацией, там есть такой благочин, отец Антоний, храм Преображения. Да, и мы когда там общались, я у них там провел две или три встречи с молодежью, и после ко мне подошел один молодой человек, мы начали разговаривать, и он сказал о том, что он родился там, то есть его место рождения город Минусинск, именно город, вот этот город Солнца, и что его мама и папа, они были последователями этой секты, и уверовали в Виссариона. И тогда он сказал, что отец ушел оттуда, все бросил и уехал, вот, и когда мы начали разговаривать, оказывается, он даже был некрещеный еще в православии, так как-то ходил, присматривался к молодежному православному движению, и пока я находился в Геленджике, там две недели, сам провел оглашение, и мы его покрестили в горной речке, он был, да, Рафаэль, а стал Рафаил. И он много рассказал о быте, которое там есть, о той небеспощадной, можно сказать, диете, что Сергей Тороп говорит о том, там есть такая экологическая повестка, скажем. Он тогда еще говорил о том, что очень многие продукты, они заражены, такие как сахар, мед, перец, приправы, их не стоит употреблять. Животная пища, чем более, исключена. Стоит употреблять крупы, овощи и фрукты, да. Сам Виссарион, дорожа своим здоровьем, никогда не пьет воду, а пьет исключительно свежевыжатый сок, он говорит, что все заражено, которого тогда доставляли. И по слухам, он также иногда, как говорили свидетели, те, которые проходили реабилитацию в центре, ныне я уже об этом говорил, существует центр реабилитации и комиссии по реабилитации лиц отпавших, по церковной реабилитации лиц отпавших православия при Епархиальном совете города Москвы. И вот люди, которые проходят реабилитацию, они также рассказывают о том, что сам Виссарион, в общем-то, как было замечено, ими, которые вышли иногда при... Не всех к нему допускают, да, конечно, но было замечено, сам иногда и вино попивает, в общем-то, и мясом не гнушается. А хозяйкам он советовал выпекать лепешки из-за трубей, да, и по учению Виссариона он им говорит, ну, если вы хотите там яйца, сметану и что-нибудь такое, то мысленно это добавляйте, и вот он говорил, даже советовал, рекомендовал рецепт, что надо добавлять. Добавляйте в тесто яйца, сметану, лепестки роз и, внимание, космический свет. Об вероучительной стране мы еще сейчас поговорим. Ниже начался строительство этого города Солнца в октябре 1995-го, религиозное объединение последователя Виссариона официально перерегистрировалось в Церковь Последнего Завета. Виссариона, которая объединила предпринимателей различных религиозных течений и нашедших себя в традиционных религиях. Также там существует жесткая иерархия, есть своя охрана, есть особо приближенные апостолы, есть пророки, есть просто рядовые. Все достаточно структурировано, скажем так. Итак, Виссарион иногда сам живет в глубинке, отдельно от всех, подальше от бараков. Но иногда, как рассказывали очевидцы, те, которые вышли из этой секты, что он иногда неожиданно объявляет, что скоро будет его явление. Все люди садятся там или становятся в круг, огромный круг, может в два-три ряда. И сам Виссарион приезжает в белой одежде, на белой коне и начинает там вещать последние откровения, которые якобы ему даны там от Бога Отца. Как я уже сказал, что главные спонсоры его общины в основном это люди, которые расстались со своей недвижимостью и приехали туда и поселились в бараках, дабы послушать то, что им будет вещать Виссарион. Вот свидетельство бывшего адепта Виссариона, я не буду называть, понятно, что фамилии, выпускника математического факультета МГУ, который пробыл там в шесть месяцев в общине Виссариона. Цитата. Жить там невыносимо. Ютились на трехъярусных нарах, все вперемешку, почти не спали, бесконечно давали слушать магнитофонные записи для промывания мозгов. Но я, по счастью, во время этих обработок спал, потому, наверное, и смог вырваться, а остальные не могут. Они как рабы, квартиры свои продали и миллионы Виссариону. Поклоняется ему, как живому Христу. Последний Завет Виссарион — это не что иное, как синкретический вероучительный трактат. Виссарион написал так называемый Последний Завет, и при чтении Последнего Завета он примерно где-то около 150-170 страниц. Хотел его взять с собой, я, к сожалению, забыл. У меня есть так называемая сектантская библиотека, которая нужна для того, чтобы писать подобные работы, дипломные исследования, статьи, обращаться к первоисточникам. На это у меня есть благословение, священное начало, еще с середины 90-х. И при чтении Последнего Завета сразу обращает на себя внимание стиль написания. Это достаточно объемного произведения. И здесь видно, что проведена стилизация текстов под Библию, под народные былины. Всполна использованы все ресурсы и возможности языка притч. Последний Завет ничто иное, как синкретическое учение Виссариона Сергея Анатольевича Торопова, принятое за священное писание в новом религиозном движении в этой секте, которая так называет секта Церковь Последнего Завета. Итак, предположить можно, как делают такое заключение эксперты, что Последний Завет возник в результате работ группы людей. То есть, писал, очевидно, не один человек. Преимущество из уфологического клуба «Гипотеза» город Минусинск, Красноярского края. Собственное хомозаключение Сергея Торопова и Сариона синтеза авромистических религий. Вам можно встретить некие такие надерганные, некие идеи из иудаизма, из учения Даниила Андреева Розы Мира. Также Елены Блаватской, о которой мы говорили же, тайной доктрине Николая и Елены Рериха, огней йоги. И также многие исследователи замечают, что там есть некие такие выкладки из атеистического учения Карла Маркса и других учений. Представление о Боге и мироздании Сергея Торопа следующее. Следующее. Согласно Последнему Завету, в своем учении о Боге Виссарион придерживается позиции монетеизма, но в реальности он говорит, цитата, что развитие человечества протекает на пяти основах или первоначалах. Земля, единый дух жизни, Бог всех и святой дух, а пятую основу он не называет. Ну, скорее всего, он имеет в виду себя. Согласно учению, главным Богом и Творцом Вселенной является некий Абсолют, сотворивший множество разумных мироз. Здесь мы встречаемся, в общем-то, с культизмом Блаватской. И вся космогония, о которой мы говорили с вами подробно в учении, насколько это было возможно в нашем формате, учение космогонии Блаватской, она, в общем-то, ну, так сказать по-простому, она содрана Виссарионом, немножко переделана. И выдается за какое-то свое личное откровение нового Бога, да, Христа здесь на земле. Вкратце напомню, что он пишет о том, что Абсолют материален, в нем нет ни добра, ни зла, властвующийся на земле Отец Небесный, Сын Абсолюта. Отец Небесный, Творец Человеческой Души, Создатель Добра, Источник Духа Жизни, который, слившись с энергией сердца Земли Матушки, породил Сына Божий. Такое новое откровение о Боге Сергей Торп весьма напоминает либо греческий миф действительно о рождении Зевса от Урана, неба и геи от земли. И сочетание не составляющего единства божественных личностей является результатом объединения веручения Церкви Последнего Завета. Идеи и представлений, свойственных весьма различным религиозным, как я уже сказал, языческим, оккультным, гностетическим, дуалистическим и прочим заблуждениям. По существу такое представление о Боге языческое, оккультное, поскольку переселенные божественные ипостаси, как утверждает Виссарион, независимо друг от друга, активно проявляют себя каждый в своей собственной области, хотя по кровному росту связаны они между собой тесно, но тем не менее это разные Боги. Итак, несмотря на множество божеств в пантеоне, предположено Виссарионом новая единая молитва, монотеистичная и говорит о поклонении только одному Богу, небесному Отцу. То есть, такой политоистический манизм, если так условно можно подвести такой здесь итог. Итак, представляемая также есть еще книга, которая называется «Слово Виссариона». Представляемая в слове Виссариона языческо-мифологическая картина мира динамично развивается и последовательно изменяется. Итак, чтобы как-то срезумировать, о чем сказано в обращении Последнего Завета. Первое. Единый или абсолютный Бог вечен, как и исходящий от него дух жизни. Второе. Единый не творил всегда, а лишь однажды положил начало вечности материального бытия, сотворив материальный мир Вселенную, которая, третье, развивается без всякой цели, по жесткому неизменному закону, расширяется в пространстве и непрестанно движется и не обладает духовной тканью. Четвертое. Самое главное сотворение духовного и материального мира по Виссариону является появление Бога, Отца Небесного. То есть, по Виссариону, Бог Отец Небесный, Он сотворен. «Господь выше законов материального бытия, Он есть начал нового бытия». И вот как он пишет, что он получил свою такую власть, как Бога Отца, цитата, «достигнув зрелости и славу своей». Так, благословенный единым. Он приступил к сотворению душ и вкладыванию в них человеческую плоть. «Из эпохи в эпоху Он стал вводить людей к вершинам совершенства, не спасла им Дух Святого». Вот такая вот еретическая выкладка. Отцы Церкви по этому поводу много писались, в частности, свидетели Рене Леонские, обличая эти гностетические лжеучения. Там Руси Медиаланский, также свидетель, пишет по этому поводу, цитата, «сказал Господь во имя, а не в имена». «Идите, научите». То есть, мы видим, что по учению Виссариона Троица и все, о чем он говорит, все ипостаси, которые он обозначает, как некие такие пять ипостаси, они, в общем-то, у него рассыпаются и не имеют единого целого. Но ничего общего это не имеется с пониманием Троицы даже в Евангелии, где сам Христос, тот самый Христос, от которого учение Виссариона разнится просто коренным образом, как мы видим, он писал о том, вернее, по своим ученикам говорил, «Дите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Сына и Ситого Духа». И вот свидетель Абрус Медиаланский замечает, «сказал Господь во имя Отца и Сына и Ситого Духа, а не в имена, потому что один Бог, а не многие имена, потому что не два Бога и не три Бога, но один Бог». То есть, мы видим, что у нас возникает вопрос, и которые задавали этот вопрос также и на диспуте, который был с Виссарионом, если вы действительно тот самый, который пришел в этот мир, но там много было вопросов, где воскресенье мертвых, во-первых, и узритого всякого ока, почему не узрели вас все, на которые он часто не давал никаких ответов, и как даже в книге Последнего Завета, кстати, этот диспут вошел в книгу Последнего Завета, о котором пишет Виссарион. Он пишет, что там сидел священник, который имел уши и не слышал, профессор богословия, который имел глаза и не видел, ну, что-то в таком стиле, и сын человеческий, да, а сгорченный там отошел от них, потому что они не приняли его, как вот спасителя мира пришедшего и такие прочие вещи. Итак, Виссарион учит, что Отец Небесный появился в определенное время, потому что был рожден абсолютом от природы Матушки, тогда получается, что до этого его, в общем-то, не существовало. Этот несовершенный, неполноценный антропоморфный Бог совсем не похож на Бога, в который верят православные христиане. Итак, Церковь Последнего Завета в творении мира духовного и телесного участвовало, говорят, что не один Бог, но все обязанности были поделены на два творения, вида между божественными лицами. Абсолют создал материальный мир, Отец Небесный творил, Творец душ человеческих, и причем каждый Бог творит отдельно, не общаясь друг с другом. Вот такой политеизм. Вот да, я говорил о священном ученике Ирине Леонском, здесь как раз есть его замечательная цитата, он пишет так. Бог ни в чем не имел нужды для созидания того, чему быть. Он предопределил у себя, как будто бы он не имел своих рук. С ним всегда присутствует Сын и Дух, через которых Он свободно и по доброй воле Своей все затворил. Конец цитата. Также в учении Сергея Торопа присутствует учение о внеземных цивилизациях, которые, как пишет он, что развиваются под воздействием двух божеств, единого и исходящего от него духа жизни. Тороп утверждает, что человечество находится и под воздействием более высокого разума, желающего вывести людей на более безопасный уровень развития. И вот его цитата. «Имеется в виду разум Вселенной, не имеющий отношения к Отцу Небесному и свойственный внеземным цивилизациям». Конец цитата. То есть, мы встречаемся снова с одной и той же идеей, которую, очевидно, Сергей Тороп Виссарион черпает из теософии Блаватской, где по ее учению, всем миром и эволюцией духа, развитию человечества, правят так называемые махатмы. Или, как об этом пишут и последуют теософии Николая Ильяна Рерихе. То есть, те махатмы, которые мудрецы, которые не вошли в нирвану и остались здесь пожертвовав собой якобы для того, чтобы просветить человечество и продиктовать им. Но если продиктовать им правильный путь эволюционного духовного совершенствования, но если они там в теософии где-то на Тибете, то здесь такой уфологический прием. Подобный уфологический прием мы с вами, возможно, если Господь позволит, и будем живы рассмотрим. Там есть такое целое направление так называемых звенящих кедров или культ Анастасии, секта Владимира Пузакова «Мегре». Там также, как он пишет в своих книгах, звенящие кедры приземлялись летающие тарелки. Ему было показано то совершенство цивилизации, которое есть на других мирах. И вот он считает, что необходимо руководствоваться именно имя для того, чтобы развить такой удивительный рай на Земле, который они увидели там на других планетах. Эти уфологические идеи также присутствуют и у Виссариона. Так он и пишет. Имеется в виду разум Вселенной, не имеющий отношения к Отцу Небесному. То есть Вселенная здесь управляет тот небесный разум, к которому, конечно, причастен Виссарион, и который, в общем-то, с ним то ли консультируется, то ли зависит от него, то ли он зависит, этот внешний разум, который не зависит от Отца. Здесь сложно понять, не уточняется. Называется он одним словом – внеземной разум. И вот, как он пишет на странице 84, в книге «Последний завет» предвозвещение следующее. Предвозвещение «Санкт-Петербург, 1998 год» являли на Землю всевозможные упражнения, то есть вот этот вот тот самый разум, и подавал некие внешние знаки, чтобы подкорректировать как-то развитие цивилизации на Земле. «Всевозможные упражнения, якобы развивающие духовность и многие мудрые мысли, призванные привести к духовности». Конец цитаты. То есть, как он утверждает, что высокоразвитые миры пытались привести человека к духовности через всякого рода упражнения, имеется в виду психосоматическая терапия, свойственная йоге и другим различным восточным практикам, о которых у нас также была подробная, насколько возможно, всегда говорюсь в нашем формате лекция. Далее, да, очень важна эта тема, тема уфологии, тема НЛО. Хочу сказать, что подробно об этом можно почитать на сайте Азбука Веры у свидетелей, или, не знаю, где это, в электронном виде я нашел, может, у вас есть книги, пожалуйста. Свидетель Игнатий Брянчанинов называется «Работа о чудесах и знамених». Также отец Серафим Роуз очень много уделял внимания обличению этих лжеучений. Называется «Знамени небес», или так прямо называется, «Православное объяснение неопознанных летающих объектов НЛО». Далее, действительно, в учении Виссариона мы встречаем даулистическое представление о Боге, что в Боге есть и добро, и зло, которое конкретно определить, в общем-то, невозможно. Здесь не буду долго останавливаться, потому что, в общем-то, все заимствовано из гностицизма, например, того же Маркиона, который говорил о том, что разделял Бога, например, Ветхого Завета и Нового Завета, Маркионита есть, которая была осуждена, что Ветховый Завет – это Бог злой, а Бог Нового Завета – это Бог добрый. Хочу сказать, как же он называется, пользуясь случаем, иногда среди наших богословов, некоторых, я не буду называть имена, можно услышать подобные версии, что Ветхий Завет изучать не надо, это книга, которая уже ушла на вопрос, так отвечал один профессор, ушла из поля зрения, якобы, церкви, и надо изучать больше Новый Завет, никто же не спорит, конечно, но сказано все Писание Бог вдохновенно и полезно, все Писание. О Господе Иисус Христос, обращая внимание, говоря об этом еще в Новозаветное время, когда еще не было, в общем-то, канона Нового Завета даже, он говорит так, напоминаю, Евангелие Таана 5.39, «Исследуйте священные Писания, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». О каких Писаниях Спаситель говорил, тогда, когда записывал это Иоанн Богослов? Ну, в большей степени в своей жизни он говорил о Писаниях Ветхого Завета. И действительно, мы знаем, что Ветхий Завет – это дезаводитель ко Христу. Поэтому мы не маркиониты, и мы не верим, что, как верит в этот тот же Ивиссарион, что Бог Ветхого Завета – это Бог злой. Так и верил и гностик Маркион. В Последнем Завете можно прочитать, может быть, достаточно одной-двух цитат, чтобы все понять. Отец, цитата, «Отец Небесный, великая всеобъемлющая любовь, то есть, Отец Нового Завета, поэтому он не может наказывать, а тем более карать. Он всегда стремится помочь каждому из вас, каким бы падшим ты ни был». Конец цитаты. То есть, мы видим, что он говорит, Бог Ветхого Завета – это Бог злой, карающий, Бог наказывающий, а Бог Нового Завета – это любовь и только любовь. И нет в нем ничего, кроме любви. И не наказывает, и не карает. Так пишет Ивиссарион. Другой. Таким образом, главное утверждение, мы видим, что оно не основано ни на Священном Писании, ни на святоотеческом предании, потому что Бог, Он и любящий, Бог, и наказывающий, как сказано, и в Священном Писании, кого люблю, того наказываю, как и родитель. Но всякое наказание Бога, мы, конечно же, понимаем, что оно только для исправления человека, чтобы, как и родитель, когда наказывает своего ребенка, ну, не зло же он срывает на нем, а чтобы как-то исправить, чтобы не было более худшей беды с ним, видя, что он делает какие-то вещи, там, да, пальчик в розетку сует, там, или еще что-нибудь. Поэтому родители понимают последствия, Бог тоже понимает последствия нашего греха. Действительно, может быть, и, конечно, как я и сказал, достаточно тут несколько цитат, чтобы понять. Также есть и религиозно-экуменические воззрения Виссариона, как и у многих, у многих экуменистов, которые призывают к тому, будем едины, давайте все объединимся, ради того, чтобы найти истину. Скажу о том, что сама идея, давайте объединимся, чтобы найти истину, она глубоко гностицизма, глубоко почерпнута из гностицизма. Это там, я вот как-то в одной из лекций говорил, что это там, именно, говорится в гностика Валентина, что однажды Бог, Мессия боролся с дьяволом, а у Бога, у Мессии были такие доспехи, но удар был настолько сильным, что вот эти доспехи, они от этого удара рассыпались, и частички света рассыпались по всему миру. И вот Христос Спаситель, Он придет, чтобы собрать эти частички, да, чтобы не спасить человека, собрать эти частички, и тогда вот вся полнота истины восстановится. Поэтому давайте соберем такой экуменический хоровод, ради того, чтобы обрести истину, глубоко идея гностетическая, древняя, старая, осужденная, не одним собором. Но здесь Виссарион берет на себя очень серьезное такое заявление, извиняюсь за выражение, так и хочется сказать, да, не надо широко шагать, можно штаны порвать, но действительно он здесь пишет, что он собирался объединить даосизм, буддизм, христианство и ислам. Конечно, где же О, где он, конечно, был бы вот главным, да, Богом, Христом, который послан, Мессией, и последним, который послан для руководства этим миром. Отношение к христианству, да, в этом муквеническом аспекте, вот он пишет, например, Тороп, цитата, «Наступило время, когда продолжение распространения различных взглядов на одно Писание есть величайшее зло». То есть он говорит о том, что вот разные интерпретации, это величайшее зло, и теперь это он пришел исправить. Это он пишет в «Последний завет», книга обращений, Санкт-Петербург, 98-й год, страница 68-я. В связи с этим, с точки зрения Сергея Торопа, христианство рассматривается под углом зрения утрат религиозного единства, и поскольку оно было давно дано людям свыше в качестве единого пути любви для всех народов, но постепенно этот путь, как он пишет, извратился, и получились вот эти вот всякие разногласия, и теперь вот он якобы призван, чтобы всех объединить под себя. Учение Виссарион, например, о дьяволе и загробной жизни. Ад и рай, как временное явление в сибирской религии, если так можно обозначить, которое обещано праведником райского воздаяния, его по существу нет. И, как считает Торо, рай играет роль собирателя душ будущего человечества, ожидающих своего воскрешения в наиболее благоприятной плоти, на обновленной земле. Рай не будет существовать вечно, а лишь до того момента, когда будет повернут дьявол и начнется воскрешение из мертвых. Поэтому христианские представления о рае и аде переосмыслены в данном случае с той целью, чтобы подогнать их под ново-религиозное движение, которое упирается на такие идеи учителя, как путь духовного совершенствования и совершенное переустройство земного мира. По учению Виссариона человек в этот мир воплощается, он верит, здесь есть верование в карму, что человек не один раз умирает, а потом суд, а десять раз, как пишет Виссарион, воплощается для того, чтобы избавиться от своих грехов и таким образом заработать себе те самые бонусы и эволюционные дивиденды, которые он может выработать. Ну, конечно, если вы, например, состоите в секте Виссариона, то в следующий раз, если вы рядовой член, то вы сможете стать в следующий раз, может быть, в пророках, а если в следующей жизни может стать в апостолах, в следующей жизни может стать, может, там, из семидесяти, там у них есть тоже такая градация условная. И вот учение о перевоплощении душ человек воплощается на земле до десяти раз. Он прям так и пишет и каждый раз получает возможность для духовного роста. Вот цитата. «Одна душа появляется в бесчисленных телах и живет, можно сказать, в этом вечном мире, ведь этот мир бесконечен во времени и пространстве, и поскольку, видите, мир бесконечен, то есть, можно понимать эту оккультную идею, подчеркнутую из индуизма, Брахман выдыхает мир и появляется, Брахман вдыхает мир и исчезает, вечность этого мира. И поскольку в лабиринте, продолжает он, этого мира нет ни дверей, ни окон, то душе человеческой некуда деться, кроме как переходить из тела в тело бесконечно. Сам Будда утверждал о себе, что его душа появилась и жила в этом мире 80 тысяч раз. Конец цитаты. Это цитата по И. Мефодии сравнение главнейших религиозно-травственных положений Буддизма христианством из миссионерского обозрения 1905 года номер 12 337 страницы. Конечно же, все эти бредни опровергались и опровергаются святыми отцами еще в древности. Святитель Иоанн Златоуст писал по этому поводу цитата «Что же касается души, то языческие философы оставили учения о ней самые постыдные. Говорили, что душ человеческие делаются мухами, комарами, деревьями. Утверждали, что сам Бог есть душа и вымышляли многие другие нелепости. В пантеоне ничего нет удивительного. кроме этого одного. В мнениях этого философа, если обнажишь их от прекрас, в выражении увидишь много мерзости, особенно, когда он философствует о душе без меры и превознося ее и унижая. Иногда он говорит, что душа причастна божескому существу, а иногда, возвысив ее так неумеренно и так нечестиво оскорбляет ее другую крайностью, вводя ее в свиней и ослов и в других животных еще хуже. Конец цитаты. Так пишет Блаженного Феодорита Кирского также есть опровержение этой идеи кармы, то есть переселение душ и рождение душ. Снова и снова он пишет цитата «Пифагор баснословил о переселении душ, говоря, что переходят они не только в тела бессловесных, но и в растения. Этой же басней держался несколько и Платон, а Манес и прежде него злочастивый ряд так называемых гностиков. Взяв это в повод себе, утверждали, что в этом состоит наказание. Но церковь благочестивых гнушается этими и подобными им баснями и следует словам Божиим, верует, что воскреснут тела, с телами судимы будут души, жившие порочно подвергнутся мучению, а заботившиеся о добродетели сподобятся наград». Конец цитаты. Также утверждает в своем этом заблуждении учения Виссарион утверждает, что Люцифер это вирус зла и что Люцифер как вирус появился в результате того, что люди стали плохо думать. То есть мысли человеческие стали материализовываться, сосредотачиваясь на зле и поэтому зло появилось, оно переселяется из человека в человека. То есть мысль человека материальна, она никуда не пропадает и мысли людей творят новую реальность. Вот что он пишет. Если два человека и тем более большее число людей сосредоточат мысли свои на одном и том же образе и будут верить в него, идущие от каждого человека токи благодаря однородности своей сольются в одной точке, эта точка становится источником бытия нового этапа, который будет обладать суммой тех сил, которые были направлены к нему каждым человеком и злые мысли породят злых духов. Это цитата по Вишняков сказке учителя Виссариона, он цитирует его из российской газеты и одно из проповедей. А вот сам Виссарион говорит, знаете, цитата, что дьявол породил именно людей в силу двух обстоятельств. Во-первых, они не сумели правильно использовать предоставленным свободу выбора в результате чего возник сатана, а возник сатана. Очень интересно. А во-вторых, злой дух постоянно подпитывается за счет греховных поступков человека и тайна о падшем ангеле это совсем другая тайна, которая относится ко вселенной, где от единого отпала однажды одна цивилизация Люцифера. А дьявол это главная энергия страха, переродившаяся в вирус зла, порожденная самими людьми. Человек, пройдив дьявола, должен его уничтожить. Дьявол не всесилен и даже зависим от человека, поскольку живет за счет греховных мыслей и дел человека и неминуемо гибнуть вместе с тем, и кого приводит к погибели. Он прекратит свое существование, когда прекратится его питание. Он представляет собой болезнь зла, порождающая разум человека, распространяющаяся как вирус от человека к человеку. Это не самостоятельная сила, но порожденная самим человеком, которую вполне можно разрушить религиозно-психологическими средствами, либо очищая душу Божьей благодатью, по Виссариону, конечно, либо силой своего собственного воображения. Поэтому ключ от ларца, в коем таится погибли сатаны находится в ваших руках. Вот мы видим, что он говорит. Он говорит, это последний завет его книга, последний завет, книга основ, то есть там несколько книг, 1998 год, страница 62. То есть таким образом он говорит, что дьявол это не высший архангел, который был створен Богом, как Дениц Сазарин упал по причине, о которой написано в книге пророка Иезекиля в 28 главе. От тщеславия твоего возгордился ты, и от гордости твоей ты погубил мудрость твою. Можно в принципе даже прочитать, чтобы не искажать библейского текста. Пожалуйста, книга пророка Иезекиля 28 глава. Идем. Не сложно, когда Библия рядом. Пожалуйста. Ты помазанным 14 стих Ты был помазанным Херувимом, чтобы осиять и поставил тебя на то, чтобы был на святой горе Божией ходил среди огнестных камней. Но от красоты твоей 17 стих возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я даду тебя на земле и так далее. То есть от тщеславия ты погубил мудрость твою. От красоты твоего сгордилось сердце твое. Тайна беззакония остается тайной беззакония. Но Иссарион решает по-своему. Он говорит, что люди являются и их мысли являются тем, что они породили дьявола. Такую трактовку на самом деле происхождения дьявола давал и известный писатель Данил Андреев в своем оккультно-еретическом произведении «Роза мира». Он также говорил об отпадении от Бога цивилизации Люцифера, прямого отношения к земле не имеющего. Видимо, оттуда Иссарион позаимствовал это. Но все-таки сам Андреев и его клига являются художественным произведением. Он это утверждал. Поэтому, конечно, некоторые люди увлеклись этим и также познакомились с оккультизмом через его художественное произведение. по крайней мере Данил Андреев в какой-то мере был честным в этом отношении. И когда-то он говорил, конечно, что это ему были видения, но, насколько я знаю, в конце жизни он сказал, что это его просто художественное произведение и фантастический вымысел. Хотя вначале он говорил, что все это ему виделось. Итак, вот такая история, то, что связано действительно с сектой Виссариона очень кратко. Конечно же, наследуют такие перерождения и наследуют блаженство. Также есть здесь учение о хелиазме, но оно такое извращенное, что это духовные души людей, а не сами люди, будут наследовать землю. Оно немного запутанное. Много заимствований есть из различной западной литературы оккультного характера по поводу очищения земли немало. Как мы уже видели в самом начале выделяется внимание и экологии, но здесь опять вот эти круги, когда они собираются на молитву, так называемую их молитву, то становятся в круг, и Виссарион говорит, что земля, она существует уже миллиарды лет, и поэтому происходит процесс деградации природы, и экология загрязнена, и поэтому когда они становятся в этот единый круг, они как бы через себя пропускают всю эту нечистоту и выбрасывают ее в космос, а из космоса получают чистоту и распространяют ее на окружающий мир, поэтому мы им должны быть за это, как пишет неоязычество, о котором мы также кратко говорили в одной из лекций в нашей рубрике «Новые религиозные движения», и, к сожалению, вначале сделал такую заявку, что мы рассмотрим с вами также и секту Мун Сан Мена, но это также человек из Южной Кореи, потом его имя перестроилось, стал называть себе Сан Мин Мун, и его супруга Муниха, которая считается, что она также мессия и помощница его, и он себя считает мессией, который пришел для того, чтобы очистить кровь людей, которая загрязнена грехами, и, несмотря на то, что сам Мун умер в 2012 году, тем не менее, идеи его живы, и многие помнят, что он встречался на самом высоком уровне, тогда с Горбачевым и с Раисой Максимовной, которых уже нет в живых, но фотографии все эти есть в интернете, они здесь, представьте, какой уровень президентский, да, и мы этому уделим внимание, я думаю, что на следующей нашей встрече, где действительно до сих пор, я бываю в разных епархиях, куда меня приглашают с лекциями, беседами по сектоведению, до сих пор, заходя в библиотеки школьные или университетские, я нахожу этот учебник, который называется «Мой мир и я». Этот учебник тогда рекомендовали всем преподавателям и заучим, они, между прочим, провели целый семинар, собрали всех заучей, не директоров, а заучей, да, из России, из всех регионов и в Крыму провели семинар по этому учебнику «Мой мир и я», причем за бюджет нашего Министерства образования. Это факты, но сегодня, я думаю, что не стоит все, хотя это тоже своеобразный лжехристос, да, он себя объявлял мессией, но думаю, что будет все лучше не сразу в один ряд, а более подробно познакомиться и с его лжеучением, потому что, снова-снова повторю, несмотря на то, что он умер, я так посмотрел, и люди приходят, которые отпадают до сих пор еще в эту секту. А сегодня мы с вами поговорили о лже-мессии, Виссарионе Сергея Торопа, который объявил себя Христом, многих людей ввел в заблуждение, и будем помнить слова, с которых мы с вами начали сегодня говорить, слова Спасителя, что явятся лже-христы, лже-пророки, дадут великие знамения, так, чтобы престить даже избранных. как бывает, как будет пришествие Христова, как бывает видна молния от востока до запада и узрит его всякое око, где бы человек ни жил, будет перед этим воскресением мертвых, поэтому, если всех этих явлений нет, то это никто иные, как лже-христы, которые объявляют себя, что они там, как говорит Спаситель, будут говорить, там, в подтаемных комнатах, не ходите и не верьте, не ходите и не верьте. Вот одним из таких реаниматоров, скажем, хлыстовства, которое мы видели, оно было и в 16 веке, этим реаниматором хлыстовства является Сергей Тороп, который сейчас находится в СИЗО, и даже вот я слышал, чуть ли там неоправдательный приговор намечается, это, конечно, будет какой-то, если это произойдет, это будет какой-то новый виток, но я думаю, что если даже этого не произойдет, там кого-нибудь захристосит, если до сих пор еще община их осталась, и в этом смысле нам всегда нужно быть готовым к тому, что эта волна снова будет иметь свое продолжение, и нам, я имею в виду, нам, православным христианам, людям, занимающимся духовным просвещением, дабы предупредить людей от всех этих лжеучений, как нам и советуют, и рекомендует это апостол Петр, он говорит так, будьте готовы каждому дать отчет в своем уповании, скротостью и благовением. Я к чему привел этот текст, потому что апологетическая миссия, она очень важна, если человек предупредительный уже попал в секту, то очень важно ему помочь, но когда у меня спрашивают, какая самая лучшая противосектантская деятельность, ну, в общем-то, да, и профилактика, и помощь людям, но самое лучшее, это нормальная, живая жизнь прихода, где есть лекции, беседы, на книге Священного Писания, воскресные школы, где есть вся полнота духовной жизни прихода, тогда, как показывает уже и практика, как мы видим, сект все меньше и меньше видно, поэтому призываю всех нас к тому, к тому, чтобы, да, как говорит об этом апостол Павел, вникать в себя и в учение, заниматься симпостоянно, сим, себя спасем и слушающих нас. Спаси Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok